Субтитры предоставил DimaTorzok В нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ниницкого автономного округа в этом выпуске. Состоялась рабочая поездка руководства округа и окружных депутатов Юшарский и Карский сельсоветы. Парламентарии обсудили перспективы решения проблем сельских населенных пунктов. Медицинские работники окружной системы здравоохранения отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Церемония награждения прошла во Дворце культуры Арктика. Депутаты окружного собрания приняли участие в акции «Свеча памяти». Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, состоялось у обелиска Победы в понедельник 22 июня. На прошлой неделе состоялась рабочая поездка руководства округа и окружных депутатов Юшарский и Карский сельсоветы. Вместе с представительной делегацией поселки Каратайку и Усть-Кару посетили председатель постоянной комиссии собрания депутатов по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова и депутат Андрей Попов. В поселке Каратайка участники рабочей поездки осмотрели здание школы. Сейчас в помещениях проводят косметический ремонт. Как отметила Наталья Кордакова, в населенном пункте давно назрел вопрос о строительстве нового здания-интерната, поскольку в школе обучаются дети не только из населенного пункта, но и из семейной родовой общины ЕМТО. Условия, в которых сегодня дети живут, совершенно невыносимые. Принято решение о том, чтобы войти в федеральную инвестиционную адресную программу и в следующем году начать строительство интерната. Мы посмотрели место, на котором будет он располагаться. Также в рамках визита делегация осмотрела здание детского сада, магазин Карского потребительского общества, дом культуры, баню и амбулаторию. На встрече с руководителем и коллективом обсудили вопрос строительства нового здания ФАПа в поселке Варник. Как пояснили представители профильного ведомства, в регионе запланирована установка 12 новых модульных зданий, одно из которых установят в Варнике. Следующий населенный пункт на карте маршрута – поселок Усть-Кара. Здесь делегация первым делом отправилась в сельскую амбулаторию. Тут расположены кабинеты для приема пациентов, процедурная и аптека. Здание амбулатории было построено 7 лет назад и соответствует всем современным требованиям. У меня на моноблоке, на ноутбуке у фельдшера второго тоже другого. То есть если в случае какие-то видеоконференции мы располагаемся, все. То есть фактически вы можете провести консилиум, если необходимо. Появляется пациент, нужна консультация специалиста узкого, допустим. Вы выходите на связь с Наринмаром и консультируете. С терапевтическим отделением у нас уже было. По необходимости, да, но с качеством интернета все это зависает. И потом мы переходим с телемедицины, просто в телефонный режим и уже дальше договаривали. Как пояснил руководитель медучреждения Ольга Надуенко, высокое качество интернет-связи – жизненная необходимость. Ведь Усть-Кара отдалена от Наринмара на сотни километров. А потому консультация посредством телемедицины зачастую единственный шанс реабилитировать тяжелых пациентов до прилета бригады санитарной авиации. Далее в маршрутном листе делегации – магазин Карского потребительского общества. В Рио губернатор Неницкого округа проверил, не завышают ли цены на продукцию, а также ознакомился с ассортиментом продовольствия. Все продукты у нас есть. Все продукты мы у нас все есть. Я смотрю, ассортимент очень хороший. И фрукты есть, и овощи есть, и выпечка есть, хлеб. Убедившись в том, что населенный пункт в продовольственной безопасности, участники делегации направились в учреждение образования. В детском саду сейчас ведется воспитательный процесс. В школе идет текущий ремонт и подготовка к новому учебному году. Вы в ремонте сейчас, да? Потому что, смотри, шторы сняли, да? Да, конечно, это все в ремонте. Это все ремонтируется, все красится, все клеится. Где-то что-то нужно. Готовитесь к учебному году? Конечно, готовимся, обязательно готовимся. Все, как бы, всего хватает, вроде бы все хорошо. Все материалы есть? Материалы у нас, да. Успеваете к первому сентября подготовить школу? Конечно, все успеваем, все делаем. А вот сельский дом культуры сегодня в плачевном состоянии. Здание 50-х годов постройки на 60 мест и не справляется с нагрузкой. Выход один – строить новое. В это здание нет нерационального вклада. Нет смысла делать капитальный ремонт. Нужно строить новое. Тут, в принципе, даже по площадям, Юрий Васильевич, мы по площадям уже у нас, если проводить праздники, мы не проходим, мы не влезаем. И состояние здания сегодня удручающее еще масса народу, поэтому мы всегда переживаем. На сколько мест вам нужен зал? Ну, я думаю… Этот на 60. На 150. На 150, да? Достаточно. Да, это большой. Какой-то типовой проект есть? Есть типовой проект. Есть типовой проект. И мы, и я знакомлена с типовым проектом, неплохой проект. Также в ходе рабочей поездки глава Карского сельсовета Евгения Амеличкина поведала Юрию Бездудному о проблемах местных рыбаков. Сегодня жители Ость-Кары не имеют законного права вылавливать рыбу для себя, для пропитания. Процесс контролируется надзорными органами. Акватория Карского моря не входит при этом в состав северного рыбохозяйственного бассейна. Временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа взял решение этого вопроса на личный контроль. По возвращении обратимся в Минсельхоз и Роскомрыболовство для того, чтобы внести Карскую губу в западно-сибирский рыбохозяйственный бассейн. Для того, чтобы была возможность жителям рыбачить для себя, для пропитания. Да, потому что сегодня нет у них возможности пользоваться и не имеют права не вылавливать ту же навагу зимой. А это их жизнь, это их быт, это их необходимость обеспечить себя, своих детей, свежей рыбой. Но сегодня они этой возможности не имеют. В завершение рабочей поездки делегация возложила цветы к обелиску и почтила память героев-земляков. В минувшее воскресенье, 21 июня, свой профессиональный праздник отметили медицинские работники Неницкой окружной больницы. По этому случаю у Дворца культуры Арктика состоялось торжественное мероприятие. За профессионализм, личный вклад в развитие системы здравоохранения и профессиональную работу медикам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Он мечтал летать, а стал лечить. Реализовать заветную мечту не удалось по состоянию здоровья, поэтому намерение дарить здоровье другим стало делом всей жизни главного врача детского отделения Неницкой окружной больницы Владимира Чудочно. Признаются мысли о том, чтобы сменить работу, не было никогда. В последнее время я достаточно часто, ну не часто, я прихожу на работу очень рано. И однажды, придя на работу в 7 часов, у меня дежурный персонал спросил, что случилось. Но они думают, что я опоздал. А я пришел на работу чуть попозже. За свой труд Владимир Чудочин удостоен профессионального звания почетный врач Неницкого округа. Еще одну высокую награду, почетную грамоту Совета Федерации, вручили врачу-неанатологу родильного отделения Елизавете Рудницкой. Всего в региональной системе здравоохранения работает около 150 врачей. Около 600 человек, средний медперсонал. И каждый вносит свой вклад в развитие системы здравоохранения Неницкого округа, особенно сейчас. Самое ценное у нас – это наше здоровье, наша жизнь. И, наверное, наши врачи, если мы посмотрим, особенно, как вы правильно сказали, в этой ситуации делают все возможное и невозможное. Потому что, если брать статистику по всей стране, то, наверное, Неницкий автономок в этой статистике по борьбе с коронавирусной инфекцией он выглядит намного лучше, потому что, еще раз повторюсь, наши медики прикладывают все усилия, и, соответственно, мы получаем такой, можно сказать, хороший результат. От имени собрания депутатов Неницкого округа работников учреждения здравоохранения с профессиональным праздником поздравил вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов. Ваш труд всегда был, есть и будет самым благородным на свете. И, наверное, это высшее проявление альтруизма, то, чем вы занимаетесь. Я имею в виду не только врачей, но и всех тех, кто, и медицинский персонал, всех тех, кто помогает. Вице-спикер поблагодарил медиков за труд и вручил почетные грамоты регионального парламента за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Неницкого автономного округа Оксане Поповой, Марии Сенчуковой и Надежде Чупровой, а также благодарственные письма Наталье Даниловой и Татьяне Бобриковой. Всего в этот день к наградам различной степени было представлено более 20 медработников Неницкого округа. Депутаты окружного собрания приняли участие в акции «Свеча памяти». Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, состоялось у обелиска Победы в понедельник, 22 июня. 22 июня мы вспоминаем трагическую страницу истории нашего государства. Именно в этот день, 79 лет назад, началась Великая Отечественная война. В ряде рабочей крестьянской Красной Армии за годы войны из Неницкого округа было мобилизовано более 9 тысяч человек. Многие из них не вернулись. Все они не пожалели жизни для Великой Победы. «Мы в неоплатном долгу перед ними и всегда будем свято хранить память о том, какой ценой досталась эта победа», — отметил спикер регионального парламента Александр Лутовинов. Представители органов власти округа и города, федеральных структур, пришли возложить венки и цветы к вечному огню. Минуты молчания собравшиеся почтили память тех, кто отстоял победу. Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север» на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова